Первый пожар был зафиксирован 1 мая на Красаву-Вале. В садовом товариществе «Родник» загорелось сразу два домика. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В этот день в кооперативе подключали электричество. Установить причину дознавателям удалось, а вот добраться до места пожарная техника так и не смогла. Поэтому тушили пожар всем товариществом сообща. Тушение данного пожара осложнялось тем, что проезды для пожарных автомобилей на садовом кооперативе и на Красаву-Вале у нас на данный период отсутствуют. По нижней части дороги нет, все заболошено. А через город проезжать по Альметьевской трассе тоже очень сложно. Второй пожар на следующий день был зафиксирован уже на территории городского округа и снова в садовом кооперативе. На этот раз в товариществе «Дружба». В результате пожара от огня пострадал двухэтажный дом с защитой мансардой. 3 мая вновь пожар. На этот раз на территории Краснокамского района в деревне Можары. Сгорела ферма и крупный рогатый скот в количестве трех штук. Индивидуальному предпринимателю причинен учеб более 100 тысяч рублей. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при введении огневых работ. Помимо пожаров, все праздники поступали сообщения о возгораниях сухой травы и мусора. Площадь горящей травы доходила до тысячи квадратных метров. Основные очаги возгорания – участки, прилегающие к садовым и гаражным кооперативам. В период с 1 по 4 мая подразделением по 4-37 по охране городского округа города Нефтекамск было совершено 15 выездов. Из них на загорание сухой травы 7 выездов было, на загорание мусора 5 выездов. В самом же Нефтекамске очаг возгорания был зафиксирован по Николу-Березовскому шоссе возле заброшенной стройки. Это уже второй случай, когда в городе горит сухая нескошенная трава на заброшенных территориях. При этом только своевременное оповещение очевидцев и ликвидация возгорания помогает избежать распространения огня на жилые участки. Наталья Бурова, Дмитрий Кузнецов, информационная программа «Время новостей».